Красивые улыбки горожанам. В Волгограде продолжается реализация проекта, в рамках которого малообеспеченный пенсионер и многодетные матери получают материальную помощь на зубопротезирование. С начала года такие социальные выплаты получили почти 200 волгоградцев. Жительница Краснооктябрьского района Галина Алексеевна теперь не стесняется улыбаться, разговаривая со специалистами отдела муниципальных выплат. Благодаря помощи, которую здесь оказали пенсионерки, она смогла воспользоваться услугами по зубопротезированию. Пришла сюда, мне это, я сказала, что денег нету, только на питание, на квартиру. Но они мне сказали, пожалуйста, выделили 9 тысяч на протезирование, дали мне бумажку. Я с этой бумажкой пошла в поликлинику. 9 тысяч рублей, которые были выделены на протезирование, вполне хватило. А врачи поликлиники сделали так, что теперь, шутит Галина Алексеевна, с чужими зубами даже лучше, чем со своими. И добавляет отрадно, что для того, чтобы получить такую помощь, не пришлось долго ходить по кабинетам. Ведь сама процедура оформления заявления не занимает много времени. Нужно лишь представить в отдел муниципальных выплат администрации Волгограда необходимые документы. И если человек имеет право на получение социальной выплаты, то ему выдается направление в стоматологию. Он обращается уже в стоматологическую поликлинику, где определяется его нуждаемость, определяется стоимость работ, которые необходимы для проведения, для зубопротезирования. По выполнению этих работ стоматологической поликлиникой заявителю выдается акт выполненных работ, на основании которого ему выплачивается материальная помощь. Размер такой выплаты до 9 тысяч рублей, а получить ее могут малообеспеченные волгоградцы, пенсионеры и многодетные матери, прожившие не меньше 10 лет на территории областного центра и имеющие трудовой стаж от 25 лет для мужчин и 20 для женщин. Причем за голливудской улыбкой горожане могут обращаться в любые, не только в государственные клиники. Надо сказать, что сейчас муниципальных учреждений здравоохранения нет. Они сейчас все отданы в ведение региона, поэтому в любое медицинское учреждение стоматологического профиля, будь то это государственное учреждение медицинское, будь то частная клиника, человек может обратиться, выполнить работы по протезированию и вернувшись к нам, он получит материальную помощь. Положение об оказании целевой материальной помощи на зубопротезирование принято Волгоградской городской думой. Всего за время действия соцпрограммы ею воспользовались тысячи горожан. В нынешнем году на оплату медицинских услуг по зубопротезированию депутаты нового созыва заложили в бюджет Волгограда максимальную за эти годы сумму более 6 миллионов рублей. Светлана Олегбарова, Олег Журавский, телекомпания Ахтуба.